Экран заблокирован. Мы решили посетить еще одно место. Именно с точки зрения истории. На территории Сартовала есть некрополь, старое финское кладбище. Не бойтесь! Здесь, соответственно, никого никто давно уже не хоронит. Это уже историческое место. Здесь, получается, 19-е, начало 20-го века. Есть даже склепы. Дима шел вперед. И мы пошли прогуляться. И здесь, кстати, захоронение именитых горожан того времени, то есть деятелей различных, которые вносили вклад в историю, в создание региона, города. Ну, вообще, по факту, то же самое, что в Москве. На Владимировиче, Вагаенково. Вот то же самое сортовали финское. Как я понимаю, местные жители используют этот парк для того, чтобы пересечь из одного конца в другой. Туристы приходят. За нами он, семейная пара, с ребятишками пришла. По кладбищам мы с вами еще не гуляли. Человек в 18-й веке, аж родился, 1793-й год. Ну что, не боитесь, что вас укусит за попку? Дим, не боишься? Нет, да, это все уже давно перегнило. Все в деревья ушло. Тут ничего не осталось. Ну, по факту, это, скажем так, старый город, да? Ну, потому что я смотрю за хранение, есть людей, которые аж в 18-м веке родились. Да. Это старый каменный город. Значит, значит, по Дальменам люди не боятся гулять, да? Ну, ну. Кстати, Дальмены, ну, да. Не, ну там, если не изменяет мне память, Дальмены хранили, по-моему, не обычных жителей, А вот шаманов, жрецов. Да, жрецов. Слушай, ну, получается, как бы не ухаживают здесь, да? Да, вот оно как есть. Все забросили они. Ну, да, не пробовали все. Бросили все. Уже нет никого. Какой-то колено там должно быть. Очень интересная форма памятников. А не эти католики? Да? У католиков такая форма, да? А чем склеп отличается от обычного захоронения? Склеп отличается тем, что если ты был при жизни, нифига себе, богатый, Ты мог себе это позволить? Ты мог себе это позволить. Так, кто нифига себе был богатый, он ставит кубик. Кто нифига себе был состоятельным? Слушайте, а так-то место в тенечке поет. Вот мне интересна реакция канала. Бросины приперлись. Ну, это тоже как бы история. Ну, ты знаешь, для меня это то же самое, что вот, допустим, в Крыму по очень-очень старым местам, по тому же, например, да, этому некрополю в Херсонесе гулять. Мы все пройдем, или? Ну, что же, что, дело более-менее интересно будет. Вот тоже человек в 18 веке родился, 1789-й. Субтитры создавал DimaTorzok Нет, мне кажется, все-таки уход... Положили так, да? Положили. А может быть, на эти столбушки, как надгробные. Ну, видите, да, все равно какой-то уход есть. Вот, да, тоже отвалилось. Вон женщина приводит в порядок, бабулечка. Ребята, мы поговорили с бабулей. В общем, кладбище было до недавнего времени, ну, не заброшено, был мужчина, ухаживал за ним. К сожалению, в прошлом году скончался, и, соответственно, все вот в таком состоянии. Вообще, было много лет все запущено. Вот это вот братская могила с Первой мировой войны. И пожилые жители, да, приходят, и потихоньку, насколько могут... То есть мы бабулю увидели, потому что она здесь траву клюшкой сшибала и что-то руками подергивала. Поэтому жители сортовалы. Единственное, чем мы можем помочь, это осветить вот так во влоге, да. У кого есть возможность донести до руководства города. Это все-таки история, это часть города. И это нужно передавать детям. Об этом нужно говорить, это нужно показывать. И не нужно это, ну, как бы, да, бросать. Потому что только мы, потомки, можем сохранить вот эту всю историю, и она будет. Потому что скоро... Ведь если... Бабуля очень хорошую фразу сказала, если в доме нет хозяина, то, соответственно, и дом рушится. Ведь очень скоро трава просто заполонит все, и будет невозможно ничего найти. И поэтому очень хотелось бы... Я знаю, что мы обязательно вернемся в Корею. Дима здесь вообще в восторге полно. И вот это вот все, да, вот этот мусор, мы сейчас на обратном пути соберем в урну выкинем, он же не с него падает. Деревья тоже же падают. Поэтому здесь нужен вход. Я считаю, что самое логичное, конечно, когда город возьмет вот эту всю историю, да, возможно, на баланс. Смотрите, какая непроходимая здесь чещоба. И у вас в центре города, да, в Сартовале, будет исторический некрополь, того момента, когда вот это было, да, имело место быть. Ведь все-таки там захоронение и начало 19 века. Бабулечка, правильно сказала, почти 200 лет к кладбищу. Вот смотрите, да, скорее всего, там тоже есть надгробия, но их просто уже не видно. Не видно ничего. Это мое личное мнение. Я считаю, что потомки все-таки в ответе за то, чтобы история, да, шла дальше, шла дальше к нашим детям, к нашим внукам. Только мы можем это передать, и только мы можем это сохранить. Наверное, поэтому нам захотелось вот сюда, да, заехать так вот спонтанно. Ни в одном городе мы никаких таких мест не искали. А здесь прямо вот именно, да, Дима говорит, давай заедем, пожалуйста, именно сейчас. Мы заехали, познакомились с бабулей. Она прямо вот уже очень старенькая, но при этом она идет, и каждый день, каждый день они сюда ходят, и вот насколько могут, прибираются. Вот так, друзья. А Дмитрий Юрьевич нашел то, что хотел увидеть в склеп. Как это выглядит. Пошел читать. Поезд русский-альский. Ну да, крышу уже, наверное, не особо давно подлатали, сделали. Видишь, там вот вверх полностью разрушился. Вот о чем бабушка говорила, свалившиеся, да, деревья, которые прямо падают. Вот тропинки сделаем. Нет, я как поняла, он окашивал все. Да, хереть, вот все. Да, пойдем. Так что тропинки-то не протоптанные. Нет, можно просто чьи и делали. Ну, все равно, наверное, какой-то, если человек занимался этим постоянно, то есть уход какой-то был, да, вокруг того, где можно. А может, тут не сильно трава растет? Нормально здесь трава растет. Смотри, каким ковром стелится. Дмитрий Юрьевич его во влоге. Протеерей Сергей. Ну вот, смотри. Вот, смотри. Сергей, Акулов. Мария Акулов. Юлия, Евгений, Александр, Клавдия. Ты понимаешь, невозможно, чтобы... Ну, пишется лапинец, смотри. Да. Во-первых, смотри, тут с какой-то... Дим, с какой точки зрения исторической части сюда же, здесь же захороняли людей, которые значимые были. В том числе, да? Историю этого города, региона творили. Соответственно, ну, как-то вот... Слушай, с другой стороны. Это же историческое... Раз мы сделали валам. Да. А почему нельзя бы землю сделать вот это? Вот это почему нельзя сделать? Вот это же постричи, посмотри. И за денежку людей сюда возить. Да? И рассказывать историю. И рассказывать историю края именно. Вот она, вот она. Да? Ноглядно. Монетизируйте, ребят, кто там. Так, о, какой красивый был кадр. Или мы не будем это показывать? Да-да-да. Что, пуделки есть? Ладно, сейчас сначала перейдем. Дим, ты куда побежишь? Я, конечно, не знаю, в каком... Господи, экран. Я не знаю, в каком порядке Дима будет монтировать. Дим, в каком порядке ты будешь монтировать? Убрек. А мы вот этой вот барышне только что забрали бибиху. А сейчас мы топаем по траве, по колючкам среди кучи машин на фестиваль воздух. В резиденцию карельского Деда Мороза. Не выговорю название, что-то Тау. Дементий, так мы еще не ходили, да? Ну, все, иначе что-то в первый раз происходит. Дима, как твои ножки в карельских походах? Потихонечку свою тоже. Потихонечку уже сдаешься, да, все. Дима завтра на рыбалку собирается. Ты тоже с Сашей пойдешь? Ну, да, вроде бы. Когда? Когда? А куда идти? Об этом никто не знает. Где-то речка есть такая. Короче, я так чувствую это. Дима так отдыхается. Ну, это так впечатлиться природой, что ему потом на родине неделю еще отдыхать. Тогда придет, будет лежать звездочкой. В общем, мы топаем на саму площадку. Билеты мы не купили заранее, потому что не понимали. Я дорогу снимаю. Потому что не понимали, попадем, попадем, не попадем. Ворчит вообще. Устал. Ну да, пригнал в Петрозаводск за 300 километров, да? Кучу всего наснимал. Возил. Ага, кто-то шампанское пил, а кто-то за рулем, да? А кто-то колокольчик. А кто-то колокольчик. В общем, сейчас дотопаем, все покажем. Как оно, что оно, но там уже шумно. Мы топаем. Должной компании пингвинчиков. Рефлекс. Ой, там что-то снимают. Ну, судя по тому, что вот там стоят машины, красненькая будочка, нам куда-то туда. И музыка уже довольно-таки громко звучит. Слушайте, местные жители, наверное, это... Тыдыщ. Они все догонтерцы. Так, мы дошли. Мы так и не выяснили, это парковка для всех или, я не знаю, да, для чего-то. Ну, мы пошли пешком. Смысла переставлять машину еще раз нет. Оля пошла узнавать. Дима, как вам дошлось? Ну, более-менее. Более-менее? Уже хорошо. Так, мы все пробрались. Билет чуть дороже, чем был на сайте, но мы не купили. Поэтому с интернетом беда, еле оплатили. Терминал не работает, нал, либо перевод. Ну, мы пробрались, мы с билетами. Ждем сейчас Олю и пойдем гулять. А вы с нами? Нет, на самом деле у фестиваля Воздух Карелии есть свой собственный символ. Это медведь. Давайте поаплодируем ему. Но медведь белый. Но так как стоят в жаркие погоды, собственно, здесь медведь немножко подзагорел. Мы этого не желаем. Увидим, а вот медведь, это все только наш карелинский пешка. Говорит, попланируйте. У нас есть. Мы не с тобой, конечно. Вот я здесь и обрету. Они в Леруа, что в районе 800 рублей. Мне не понравилось. Вот, смотри, какой квадратный план. Но. По болотам. Вадима сюда не пошел. Слухи реальности с Гейвы, топли Я все руками встали, не держи Он не пиньки, он не подозревал Ползакватрия, сердце и переливы И вся решит, а ладно, анимай! Я все руками встали, Я все руками встали, Я все руками встали, Я все руками встали, Его рукамиestion protests, Его работник, Я играл от Leuca не дождь!!! открытая серия Я вас перебирить так. Кознагрис Я вас покушена Так, мы пошли гулять по разным локациям, ждем пока будет выступать на группы, которую мы хотим послушать. Здесь получается стилизация и реконструкция. Только что я вам показывала очень интересного кузнеца. А это типа детский городок, наверное. Хотя нет, я там вот здесь посмотрю. Детский городок. Ну давай. Лук тяжелый. Я знаю, я стреляла с такого литья. О, неплохо. Это хвойный кот. А такой изохранок с лобуси получается, да? Что-что? Изохранок с лобуси. Это вельсик. Вельсик. Куча всякой красоты. Так, там у нас туалеты. Раз, два, три. Вроде пока нормально. Раз. А зимой здесь приезжают. На все новогодние каникулы, в эти классы. Президент, что Деда Мороз. Для них тоже всякие мастер-классы с колитами, с росписями. Ну, короче, интересно. Да. Сиди Деда Мороз и так далее. Такой зимний отдых. Сиди Деда Мороз и так далее. Деда Мороз и так далее. Сиди Деда Мороз и так далее. 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 Деда Мороз. Деда Мороз.